всем привет с вами роман раскольников я играю в сам на проекте жизнь деревни и сегодня я отправлюсь получать водительские права так задание чё там время что-то получить ну понятно это короче право да я так думаю эх вот я и снова я думаю ты же вроде умный человек и в ппд разбираешься почему бы на тебе не получить вот удостоверение короче вот что я тебе скажу езжай в автошколу нас дай там теорию и практику тогда и поговорим блин есть за типил для плана издание необходимо переходить . получить право сдав при этом все за экзамены 150 баксов дадут и двое спай вы действительно хотите того я хочу принять гость ради мальдер ташка лучше штраф получил слыша тут тоже эти растения растут может их тоже собирать может ферме и где сзади где-то растение ничего не значит так я не пойму где-то я где-то прошлый раз не забрал он чё не закрывается что количество проездов на зеленый после последнего нарушения один раз ты чё сделал ты почему выпрыгнул а это пишут а там английская п ну да это парковка перечеркнуть ну да типа нельзя парковаться права на какой-нибудь тракторе сдавать 4 вопроса максимальная скорость вне деревни смысле не в деревне вне деревни за горы а тот же нет города так параграф 1 общее положение настоящий право дорожного движения а там чеха читает на нас решение кул далее так водительских механизмов пусть тут вас обязан ааа иметь по себе требования что нужно делать при тумане так 2 из 4 при приближении ну это короче как и вроде как типа про все те же правила которые в реале действуют да пока все то же самое же и какая вне деревни 100 но есть типа населенный пункт 6 максимум 60 ненаселенный пункт 90 за пределами населенного пункта у меня какой-то один неправильный ну да даже смотри разворот запрещается на пешеходных переходах в тоннелях на мостах путепроводах эстакадах и под ними на железнодорожных переездах в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метр ну вот это как раз таки все по тем же сам правилам я да когда настоящий экзамен сдавал мне те же самые же вопросы были то есть вот эти правила точнее были там вопросы по этим всем правам не поставили да все то же самое же я не знаю может там изменилось уже что-то хотя там вроде какие-то новые добавились без ограничения в дереве так запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам и тротуаром и пешеходом дорожка ну да хотя по обочинам у нас постоянно эти пробки обижают дибиры я сдать не мог параграф скорость движения водитель должен трасс сейчас посмотри населенных пунктов 60 вне населенных пунктов разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 120 км в час ничего стоит читать не буду я читать вот это кстати вот это кстати не как в реальной жизни потому что 120 а там чё там чё в смысле там чё в реале 90 ну это сколько 120 а в деревне сколько 60 как и положено да как и положено 60 а все нормально да обогон запрещается на перекрестках с выездом на полосу встречи на движение на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов да по сути по правилам вообще запрещено пешеходных переходах обогонять на железнодорожных переездах и ближе чем за сто метр передние трансфер средств производящие наконец-то я пошел в танце от подъема других частных дорог с ограниченными дюйс а и там где висит знак еще обогон запрещен запрещается на это понятно проезд перекрестков ну чё-то я читать не хочу это все сколько тут всего смотреть как сдать экзамен так сдать экзамен на вождение авто вас приветствует школа вождения форт карсон для продолжения нажмите далее стоимость экзамена бесплатно а второй раз если ты завалишь тоже бесплатно или платить уже с десятого раза так теорию так в ходе теста вам будет задано 4 вопроса по правилам дорожного движения после ответа на все вопросы система выдает количество правильных ответов чтобы при приступить к практической части необходимо ответить правильно на все вопросы так разрешен разрешена ли парковка на тротуаре нет если админ разрешит максимальная скорость в деревне 60 км в час максимальная скорость вне деревни 120 что нужно делать при тумане снизить скорость и включить фар вот мимо респа надо приезжать это вообще опасно короче если туман запомни если туман если будет туман то выходи из машины и идти пешком ехать и материться слышь ты тут вообще самый люб... тут самые простые вопросы как ты мог с десятого раз задать подожди я чё-то неправильно ответил что ли? а то есть на тротуарах разрешено парковаться да я так думаю чё дурак что ли? если там знак висит можно заехать на тротуар типа там знак должен висеть как правильно парковаться в экстренных ситуациях чё там в смысле в экстренных ситуациях? даже в экстренных ситуациях нельзя парковаться если у тебя только аварийка стоит ну ты можешь везде где угодно сломаться кроме железнодорожных переездов тебе придётся толкать иначе польза тебя это уничтожит эх ну ладно давай заново на желтый боюсь приезжать только в экстренных ситуациях понятно ехать как можно быстрее ну всё я сдал только лишь из-за дурацкого вопроса что типа разрешена ли парковка на тротуаре нет она не разрешена на тротуар вообще могут проезжать только машины для выгрузки вот например магазины есть вот им можно проехать на тротуар и разгрузиться а так вообще машина не может на тротуар заезжать по правилам парковка разрешена если там висит знак например только задом можно заезжать только правыми колёсами или только там передом там знак короче есть как парковаться правильно ещё так а куда мне теперь бежать как мне начать практику я выбежал на улицу мне просто надо машину сесть блин опять мимо резко и вообще не один мост езжай по чекпоинтам не ношай под иначе вы провалите тест ни в коем случае не выходите из автомобиля иначе вы также провалите тест обязательно следите за подсказками так как вам зачитать так обязательно следите за подсказками так как вам засчитает ошибку при малейшем повреждении авто вы провалите тест меня посадить могли чувака на 20 минут и морган посадили за срез а я по полям там ехал по дорогам а как завести машину а и о превышении скорости типа нарушение считается так а куда ехать а тут поворотников не да я смотрю киуи нам шесть нам четыре лучик юге настроить а так это серверные настройки понятно прикинь я 80 ехал по городу все я кажется сдал нет ты блин тут невозможно она неправильно показывать а тут можно круиз-контроль поставить я взял реально как этот как этот как ученик еду такой подгазовываю чуть-чуть опа у меня не засчиталась метка почему-то прикинь метка не заработала я проехал через нее она не сработала слышь а вот тут есть один вопрос вот например я стою на светофоре 1 и сзади в меня машина врезается и двигает меня это будет считаться то что я проехал на красный свет или нет че за дебилизм о можно на желтой я намотал скоростью резать при мне сейчас этот автомеханик-то заденет если об меня там на всей скорости мопед врезать полет там никаких повреждений тут че другой машин кстати а можно клео скачать который будет карту на м открывать на металл вроде запрещено типа в смысле запрещенный игрока какой нафиг преимуществом другими игроками это чё тебе какой-то шутер что навык вождения 50 и 100 я чё-то не понял а как посмотреть проехал я на красный свет или нет хотя бы деньги да я просто короче поехал и красный загорелся я назад вернулся хотя так запрещено делать но я не знаю как тут механика устроена поэтому лучше вернуться назад наступление даже остановились я чуть не понял почему так долго красный горит да нифига я уже полминуты стою даже больше прикинь меня чувак толкает он мне машину сломал а могу я на него жалобы отдать я это все заснял не видеорегистратор я походу что права не сдам за дебилу 1 он прикинь я хотел на красный свет протолкать идиот и он еще едет дебил прикинь говорит аккуратней пожалуйста тот чувак который мне в задницу въехал он дистанцию не тешит короче а я виноват блин светофор здесь вообще непонятно как горят на перекресток никто не ездит светофор горят по целому часу так я чуть не понял все зеленый заболеть я опять красный свет вы чё издеваетесь что не понял и чё тут у нас а тут у нас мусоровоз короче криво стоял я не понял что такое там где должна быть это там автомат с водой там где должна быть вода автомат с едой да блин вы чё дебилы что мусоровоз назад сдает ой дебил прикинь я не сдал и минус 50 из-за какого-то тупого мусоровоза вот этот вот эта тупая система короче то что на красный свет штрафа дают это самая натупейшая система знаешь почему потому что я стоял короче меня тупом мусоровоз назад поехал столкнул так мне еще штраф взяли 50 баксов проезд на красный сигнал светофора вы чё дебил что ли я задом проехал на красный сигнал светофора если нет тупой дебилы ой дураки короче в такую систему невозможность это я не знаю кто это придумал но он полный дурак тот кто это придумал потому что прикинь я вот стою короче меня тупо мусоровоз назад поехал столкнул там дебил короче за рулем стоял я типа права не сдал мне еще и на красный свет типа засчитали почему-то идиоты сзади меня другой перекресток был тупизм надо засчитывать именно то что передом машина переезжаешь не задом что за тупизм короче дураки какие-то придумали эту систему я на права не сдал из придурка одного а тут кстати автошкола уже близко где-то должно быть тупица мне походу заново теорию сдавать я потому что не могу короче начать этот экзамен мой тупица да прикинь мне на сначала тест пройти теперь мне надо опять заново сдавать мой блин я сейчас не сдам я уйду и сегодня больше не буду заходить подожду пока всякие там дураки тут может спать лягут или школу уйдут вообще завтра понедельник вот как тут нормально хотя бы сделали то чтобы они брали штраф на красность за проезд на красный свет это тупизм и что мне не засчиталось прикинь я не пойму то ли за пинга то ли из-за чего мне не засчитывается короче метки тут же вот этих фотографий лак нету дурацких тут же вот этих фотографий лак нету дурацких которые фотографируют то что ты скорость пригласил не отлично просто если они дадут тебе штраф то это сто процента будет считаться то что ты завалил экзамен а так можно на даже 120 мне просто самое главное проехать вот эту всю опасную точку как можно быстрее чтобы не видеть этих вон а там опять сумасшедший мусоровоз так с таксистами делился красный желтых вот это плохо то что желтый мне сейчас стоять и сзади по-любому в меня кого-нибудь придурок врежется я знаю а тут не знаю тут засчитает нет может я начну проеду на желтый они меня бацей штраф дадут мне вообще я вам задам на чуть-чуть вы их у нас на другой перекресток все в штраф у меня дофига штраф ну-ка так можно можно не понял почему что тут вообще происходит зеленый вместе с красным горел как мне понять вот как понять там вот нормально горит светофор здесь как по-дебильному одновременно горит и красный зеленый как мне понятно что можно ехать а то что нельзя вот все красный желтый зеленый все это у тут такая пробка вот тут дебилы машину ломают сейчас этот меня заденет так светофор не подвести не подведи чувак на красный свет на перекрестке задам едет это вообще запрещено на перекрестке задам ездить он на перекрестке задам ездит так вроде пока все по-тихому ты знаешь вот такая же ощущение когда ты в папка играешь короче и перебегаешь от одного здания другого были на желтый проехал и хера прохожу ты тут не поймешь как эта система работает короче горит одновременно и красный и зеленый вот как мне понять то что мне можно ехать вот чувак тоже направо сдает надеюсь пиццерия мне не народ не помешает вон твой дебил короче пиццерийчик с правого положения налево поворачивается с крайнего правого положения так подожди пицца дали я не успел я так сейчас какой-то дурак бежит сейчас походу по машине ударит нет нет руками тут машин опа у меня кстати поворотник права не работает дурак что что ты сигналишь все я сейчас должен приехать блин прикинь на моппете дебил по встречке едет и специально хотел врезаться в меня еще ты что мой дубина специально прям взял и поцарапал машин на заправку заезжать смысл мне за свой счет что заправлять машину и чё офигели у отлично сдал наконец-то да со второго раза потому что первым меня мусоровоз протаранил мне еще штраф дали за то что я типа на красный свет проехал я сейчас на мотоцикл буду сдавать сразу блин я опять так раз на елать забываю останавливаться блин это же каташка это к в натуре бомжары стоимость 25 баксов понятно и что все мне в типа можно бежать и типа если я наружу то есть не сдам не вопьях еще штраф выпишет еще и теперь понятно почему у меня штраф дали тогда там красный и желтый одновременно да а то у меня вообще красный зеленый одновременно горел только что он а дурацкая учебник мотоцикле на мотоцикле полегче будет задавать вот иногда нормально горит светофор на некоторых местах а на некоторых он лагает и кстати на мотоциклах вроде поворотники не предусмотрен на машине работает а на мотоцикле нет другая совсем дорога что вот лучше бы я на машине ездил по этой дороге на мотоцикле реально по другой дороге вот лучше на машине ездить по этой дороге они по той сумасшедшие где всякие неадекватные люди ездят хотя чего я хочу у меня в реальной жизни там в общем я еду короче там пешеходка впереди и двойная сплошная и меня чувак обгоняет через двойную сплошную и на пешеходке прямо выгоняет ой а я понял чего у тебя за парковка то есть это да действительно парковка запрещена и нашел бесплатно холодно да все я сдал их нами все отлично бесплатно бургеры дают любой это пиццерички водят наверно пока ты уровень маленький так а мне теперь надо сдать да да мне теперь квест надо знать а куда мне берет то кстати ford carson ford carson а где мы находимся тут кстати трип клуб должен где-то рядом быть а а нет он мире а да 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 рядом подожди сейчас скажите вот он вот здесь находится атака сейчас выполняешь или чё какой а там сколько-то надо перевести вот эти об этом и говорю то что я лучше на всякий случай вернусь назад так надо ford carson найти дебил у меня главное берет вылазит еще и навстречку там дебил и у меня короче горел зеленый свет и там и чувак вот этот сбоку короче задом ехал на перекрестке у меня прикинь я это на пиццу отвез и эти же деньги на штрафы потратить а ford carson вообще с другой стороны ё-моё мне я не в ту сторону бегу прикинь хочу куда их ничуть и мне куда ехать кажется я мимо тебя приезжал на край карты ты сейчас на светофоре стоишь я тебя видел рядом с тобой еще один едет да понятно я тебя видел вот уж как раз мимо автошколы приезжал дурацкий квест на самом деле пиццы есть только три пицца смесь ё-моё я надеюсь не обновляется а скорее всего за ты заново ходит раньше на резоне после релога обновлялись мы потом вроде что-то там сделали не обновляется теперь а я знаю почему обновлялись здесь скорее всего тоже теперь сохраняется я я играл кстати я пупи знаю из-за чего вы на резоне обновлялись тебе надо было просто идти работать то же самое же место и там вообще вот допустим квест выполнял красного захожу иду опять да мне тоже так было я короче проходил вот и вот им какого лас-вегаси лас-вентура лас-вентурас в общем у меня к закрашена я пошел в сан вот этот как в первую лос-сантос короче там начал меня заново пошел отчет короче эту 500 потом я пошел опять-таки в лас-вентурас там поездил мне опять игру закрашила из-за какого-то читера я перезошел туда же опять поехал и у меня засчитала продолжилось такси тариф всем это нормально а как называется на стартовая миссия вы просто резку скажем так или вокзал и не знаю а вот выбрать пункты gps автошкола сельсовет ферма работа строительный завод по центре занятости а как как его набрать метку бы поставил давай отметить точку на карте если ты помнишь не ну кстати дом а как не точку на карте отметить 90 тысяч дом первого класса сейчас поможете какую у олега такси блин ты за такое же состояние должны 500 давать это типа владелец нас называет такси у олега по школе да все приехали зал так задание чем еще я выполнен планы я пожалуй на этом закончу шипит завтра я завтра буду пить пить и возить но если мне обновить это уже но я так так будет я все четвертую у кстати на краю карты а как посмотреть сколько я часов награды ммд моя статистика уровень первого так уважение 5 из 8 чего такое это эксперт наверно да деньги почему не а тысячу 5 все нормально номер телефона не имеется деньги в банке нет деньги на депозите нет работы нет организации мне не имеется уровень уроза с канала законопослушность 21 100 нижней сурсов с 11 тем не отнимали статус не имеется что означает статус типа vip что vip статус и типа туда ну тут все с аризона перешла но на резоне и все со старались ну вот когда я играл скиллы ну смысл она нет начинка до осталось внешний вид а тут прикинь из кого-то спортивное состояние сила выносливость мускулатуру чуть такую как типа в спортзале качаться блин ну это реальный рпдж и из-за статистики то что тут сила выносливость мускулатура это все прокачивается все статы прокачиваю что то же самое на самом деле это же все проекты считают рпдж аризоны пить и но они себя да ты вон в любую зайди в рпдж вот вот этот онлайн рпдж и например тут же самую же 2 из-за того что у них тут квест не вот как раз таки рпдж это за того что у тебя статистику прокачиваешь во первых ты прокачиваешь разные статы то есть можешь прокачать магию там всякие умения там подобное и отыгрываешь роль блин вот где-то похоже система паркура будет в этом ну ладно я все вот опять ты так делаешь как будто микрофон облизываешь единственный раз да нет ты так вначале постоянно делал иногда так делаешь